Меня зовут Адалет Гармяне. Я художник, музыкант, и я специализирую на том, что я работаю при помощи искусства с конфликтными зонами. Расскажите про досвид мотив в зонах конфликта и как конфликт позначается на мистерстве. Обычно в конфликтной зоне приоритеты не связаны с искусством или с культурой. Когда я говорю о конфликт, я говорю о войне. Война влияет на социальные, культурные, экономические стороны жизни. Моя программа, моя организация, мы создали платформу, дать шанс артистам и сообществу артистов, художников и тем, кто работает в пространстве культуры, и уметь свою собственную роль в сообществе и вызовы конфликта. Потому что искусство может влиять на конфликт. И это совсем по-другому, чем политика или экономика. Иногда один фильм, ты поднимаешь голос, восходит голос людей, которые страдают на весь мир. Есть много примеров искусства. Мы практикуем это. И это важно. Люди, которые живут на территории конфликта, у них нет доверия. Нет доверия к интернациональному или другому сообществу. Подход людей, которые связаны с искусством, они нам доверяют. Потому что наши цели не такие, как у политиков. Мы просто хотим быть с ними и хотим помочь. А взагалі, с якими проблемами стикаются художники, митцы в зонах конфликта під час своей діяльности? Это зависит от территории, от того, как что это за конфликт. Обычно в конфликтной территории нет инфраструктуры. Ты подвергаешь свою жизнь риску. Особенно на территории здесь война, убийства и похищения людей. И бывает так, что местные авторитеты, местная власть может тебя не любить и может не нравиться то, что ты собираешься сделать. И тебе нужно еще найти финансирование, поддержку и моральную поддержку. Особенно от международного сообщества. Для того, чтобы они могли использовать то, что ты собираешь. Ну, что ты художників зрозуміло. А как взагалі вижти локальным культурным організациям под час войскового конфликта? Он как раз говорил про предыдущий ответ, его был как раз про локальних художників. Редко можно найти интернаціонального художника, какого-то международного артиста, который может поехать туда и сделать что-то. Легче украинским художникам поехать в серую зону на территорию конфликта на востоке. Есть язык, есть понимание культуры и понимание, что там происходит. Или таким, как я, которые хотели бы, но я учусь каждый день. Я эксперт, я знаю, что я делаю в такой ситуации, но я не разваливаю на этом языке. Это меняет многие вещи. Идея как раз в том и есть, что организація Адолета поддерживает локальных художников. Они визуализируют, проявляют их позицию сообщества и идентифицируют их роль. Потому что они не должны что-то сказать. Я так понимаю, что не на всей країне, где идет конфликт, поширюється діяльность вашей організації. Что делать там, где нет такой поддержки? Зависит от той работы, которую вы делаете. Есть разные виды поддержки. Если у тебя есть своя собственная камера, ты можешь взять свою камеру, пойти сделать фотографии. Может быть, даже невысокое качество, но позже ты можешь напечатать их. И сделать выставку в посольствах, в галерях. Мы живем в эпоху диджитализации. У нас есть социальные медиа. Многие артисты, у них нет такой официальной поддержки. Но они могут использовать социальные медиа, отправить свое послание миру. Это может сделать каждый, кто вовлечен, хочет сделать свой вклад в сообщество. Конечно, если ты хочешь сделать большое, большое проект. Тебе нужна команда, тебе нужно производство. Если ты хочешь сделать такую конференцию, как AdCamp, тебе нужно много поддержки и финансово, и в том числе. Например, в Украине. Я не делал этого, но я привожу пример. Есть много национальных иностранных фондов, особенно от Европейского Союза, которые хотят поддержать Украину. Есть много посольств, которые находятся в Украине. И в этих посольствах есть такой человек, который зовут культурный атташе. Как Гёте-институт, Китанское посольство. Много стран в мире присутствуют в Украине, и у них есть программы. Они здесь, чтобы усиливать культуру. И у них есть бюджеты, чтобы поддерживать артистов и культурные проекты. И это также зависит от людей, которые хотят найти эту поддержку. Он уже стучат на двери, разговаривает с ними. Я не верю, что есть что-то невозможное. Когда территории освобождены от оккупации, как их интегровать назад, особенно те музеи, культурные центры, которые работали в оккупации? В пост-конфликтах, обычно, общество зависит от уровня разрешения. Вы исследуете город и сообщество, которое живет в этом городе. Это процесс, который мы называем конструкцией. Это, возможно, восстановление города. Нужно поддерживать людей, у которых затронул конфликт. Помочь им вернуть ощущение безопасности. Мы смотрим на школы, смотрим на госпиталя. Нужно исследовать сообщество. Есть возможности национальные меньшинства. Это очень зависит от того, где и как происходит конфликт от природы сообщества. И работа в таких пространствах, это нужно понять, что было не так, что нарушено, и как можно это помочь. И также уровень эффекта войны. Нужно понять, что у них есть. У нас много примеров из того, что уже было, что мы уже сделали. Например, если ты смотришь на Германию. Во Второй мировой войне Германия была полностью разрушена. Ну, сейчас нужно посмотреть, что Германия одна из самых сильных стран мира. А посмотри на Вьетнам. В 70-х он был полностью разрушен. Сейчас он развивается. Есть много стран в мире, которые встретились с войной, но не смогли восстановиться у них себя и опять встать на ноги. Даже Япония во Второй мировой. Две ядерные бомбы. Хиросима и Нагасаки. Через 40 лет. Посмотрите на Японию. Одна из самых прекрасных стран в мире. Еще раз, нет ничего невозможного. В 2011 году голландский музей Вайн Абе реализовывал проект Пікасо в Палестине, когда до Палестины привезли один из шедевров Пікасо. Как вы считаете, что споникает митровых стран мира ехать в страны, что пройдет в последние конфликты? Это чувство ответственности. В первую очередь, ответственность за свое собственное сообщество. На уровне национальном уровне и на уровне международном. Мы заботимся об этом. Проблема, которая случилась с Украиной, она затронула не только Украину, а всех вокруг. Конфликт расслужился в Сирии и Ираке. Заставил сотни тысяч беженцев уйти в другие страны. Поэтому художники, это их ответственность, потому что мы живем в глобальном мире. Поэтому художники, писатели, режиссеры, кинооператоры... Например, я здесь. Я приехал в Харьков из города Днепр. И в Днепре у нас был круглый стол, где мы говорили, как создавать мир. Потому что мне не все равно, что происходит здесь. Точно так же мне не все равно, что происходит у меня дома и по всему миру. Мы все люди. Как я уже говорил, что в конфликтных зонах приоритетом никогда не является искусство и культура. И это нормально то, что это происходит. Что происходит с концептом конфликта? Пойдите так далеко, как вы умоете всю человеческую историю. Полно конфликтов. Мы никогда не жили без конфликтов. Жизнь продолжается. А и искусство, и культура, и образование тоже продолжаются. Вторая мировая война. Как я понимаю, больше 60 миллионов людей умерли. Это самый темный век в истории всего человечества. Это всего лишь 70 лет назад. Посмотрите, где мы здесь. Люди в суду искусства. Потому что искусство и культура тоже очень важны. А какие инструменты художники могут застосовывать, або залучать аудиторию? Война все равно затрагивает и влияет на общество. Поэтому обычно ты идешь, разговариваешь с людьми. Например, есть много воркшопов. Музыка, визуальное искусство, театра. Много разных мастер-классных проектов происходит на территории конфликта в лагерях беженцев. Чтобы поддержать детей, их семьи, поддержать их таланты. То, что они затронуты в войну, значит, что у них нет талантов. Да, ты как бы даешь им тоже еду, но даешь как бы моральную еду. Например, через один фильм. Например, через один фильм ты можешь продемонстрировать, что происходит с обществом на территории конфликта. И не факт, что есть другие проекты, которые будут с таким же влиянием. В нашем мире медиа имеет очень сильную власть. Потому что обычно медиа говорит, как ужасная и отвратительная эта страна. А люди обычно слушают новости. Поэтому важно создавать правильные истории для того, чтобы показать людям, что на самом деле происходит. Потому что даже люди, которые живут в Украине, они на самом деле ничего не понимают, что происходит на Востоке. Так что, говорит, те, кто живут с другой стороны мира. Что нам делать? Что для вас значит хорошая людина? Толерантность, забота о человеке. Эти два элемента необходимы для любого человеческого бытия. Мы живем в мультикультурном сообществе. Много проблем. Поэтому мы должны заботиться друг о друге. Поэтому мы должны смотреть на других и знать, какие у них есть отличия, какие у них есть сложности. Продолжение следует... Продолжение следует...